Широкая дискуссионная площадка, где поднимаются острые вопросы, обсуждаются проблемы насущные, выдвигаются к рассмотрению креативные идеи, а главное, здесь учитывается мнение каждого. Именно таким является традиционный открытый диалог. По ряду этих самых причин такая форма общения наиболее приемлема для молодежи и интересна. Мы такие встречи стараемся организовать очень часто, для того, чтобы понимали, что наше молодое поколение, у нас есть будущее, и можно реализовать вместе с ними ряд молодежных программ. Гостями нынешнего диалога стали люди, известные в нашем городе, люди, вызывающие уважение и доверие у брещан. Несложно представить, как много вопросов со стороны молодежи поступило в их адрес. Как сегодня реализуется молодежная политика в московском районе города Бреста? Каковы ее основные направления и деятельности? Сложно ли руководить крупнейшим административным районом? Такой вопрос был направлен Вадиму Кравчуку. На повестке дня были и такие темы, как экономика, инвестиционные проекты, перспективы Брестского областного родильного дома и многое другое. Грамотность населения растет, и вот все говорят, что молодежь сейчас очень грамотная. Я даже вижу по тем специалистам, которые приходят к нам на работу, они очень грамотные, подготовленные, они много чего знают. И есть все возможности для того, чтобы подготовиться и стать достойно, исполнить свой родительский долг в будущем. Не остался без внимания вопрос о социальных гарантиях для многодетных семей. Не секрет, что в последние годы Брещина уверенно держит лидирующее место по числу рождаемости. Только в московском районе города Бреста сегодня проживают 1912 многодетных семей. О существующих льготах, о том, какова ситуация Беларуси в сравнении с другими странами, на актуальную тему рассуждали главные многодетные отцы областного центра Вадим Кравчук и Анатолий Дашко. К обсуждению подключились и другие гости. Мне кажется, сегодня многодетные семьи, я тоже одна, понятно, что кое-какими льготами тоже пользуюсь, мне кажется, достаточно неплохо. И что касается в нашем государстве, то этому очень-очень уделяется достаточно внимания. Мы сравнивали, какие льготы есть и у наших соседей тоже. Скажем, в Польше, в Литве и так далее, и так далее. Мы пришли к выводу, что все-таки те семьи, те женщины, кто хочет родить и воспитывать детей, у нас льгот есть чуть больше, чем у наших соседей. Так что посмотрите закон, кого это интересует, и еще конкретно льготы. И рожайте. В ходе диалога был охвачен широкий диапазон тен. Не остался без внимания вопрос белорусской армии. Молодежь Бреста проявила себя как интересующаяся и неравнодушная к судьбе родного края, к его будущему и будущему страны. Самым активным участником встречи глава администрации вручил значки с изображением Кирва Бреста, поблагодарил собравшихся за интерес и напомнил о том, что не за горами следующий открытый диалог. Новые вопросы, актуальные темы, новые задачи и идеи.